друзья добрый день продолжаем нашу работу так как видно как слышно так отлично значит друзья мы уже говорили что у нас несколько изменился график работы тут на предыдущем вебинаре значит смотрите мы в отличие от прошлого прошлой недели с алексеем объединили две комнаты и в 12 часов начали вебинар для новичков и так мы будем пока делать постоянно вот так же будет вечером в 19 часов за час будет для новичков водная часть в 20 часов традиционно наш технико-экономический вебинар для тех кто ну как мы уже говорим ведь ветеранов skyway ветеранов транснета кто уже работает активно в проекте значит цель и задача которые мы сейчас поставили перед собой что все-таки каждый раз мы обратили внимание что 10 20 иногда до 40 человек на вебинар приходит новичку и если для них на них не обращать внимание и не говорить для них водную часть то пропадает интерес и они просто выходят не понимая чем речь потому что та информация которая идет она зачастую просто взрывает мозги и люди не подготовленные к восприятию такой информации не подготовки анализа того что есть они не в состоянии принять эту информацию возникает отторжение при этом второй вопрос что очень много задают вопросов что мало аргументации начинают разговаривать с людьми и новыми людьми кто входит в проект и недостаточно аргументированно люди могут говорить о тех вещах той информации о тех целях и задачи которые мы перед собой ставим и доводим и поэтому мы с алексеем сделали сейчас ну такую обобщающую обобщающую информацию обобщающий вебинар связаны с тем что мы будем за 45 минут именно вдвоем доводить информацию с точки зрения экономики целей задачи и макроэкономических укладов самой технологии и все это давать максимально сжато и максимально просто для того чтобы у людей дальше возникал необходимость возникало желание дальше дальше двигаться поэтому мы сейчас несколько раз будем приглядываться смотреть вот прошлый раз сейчас мы проводили в разных комнатах то есть для новичков в одной комнате а для всех остальных потом традиционно той которую мы ведем сейчас мы объединили и несколько вебинаров проведем в объединенной комнате при этом ну скажем так у нас тоже несколько мнения разделились нам тоже высказывали вопрос что давайте все-таки раздельно проводить потому что возникает не некая каша в том плане что люди приходят на вебинар попадают к новичкам не могут понять но это друзья быстро разберемся поэтому действительно что в час все таки начинает кто раньше зашел значит посмотрел а тот кто из новичков хочет остаться потом дальше в комнате у него есть такая такая возможность он переходит поэтому здесь видите сейчас тоже мы опрос проводим мнение тоже практически равны поэтому посмотрим у нас время есть торопиться нам некуда нас с вами еще впереди много и много совместной работы еще не один месяц я думаю не один год где мы будем общаться с вами и в вебинарах и в конференциях поэтому в одной комнате кто хочет смотрит и то и то да абсолютно это сам вот поэтому давайте друзья и еще раз я обращаюсь к вам с просьбой это для тех кто уже в проекте и кто сам активно ведет проведет доведение информации у нас просьба так вот он алексей часто вопросник поставил для тех кто первый раз еще да да это сам тоже пожалуйста ответьте на вопросник для того чтобы мы сейчас видели кто как как нам заходит чтобы соответственно вести статистику и сейчас я обращаюсь к тем кто уже в проекте кто в общем то чувствует себя уверенно но необходимая информация друзья это наша с алексеем просьба к вам посмотрите критически смотрите что можно было добавить что убрать пишите на почту мне алексею skype и мы с вами эти вебинары будем корректировать потому что наша задача это довести доведение информации чтобы мы сделали ее так максимально лаконично максимально доходчиво для того чтобы человек пришел из первого раза все понял и соответственно дальше записи вот этой вебинара можно использовать потом как презентационный материал и дальше мы хотим вообще его сделать в таком студийном варианте и для новичков вообще дальше перейти в такую работу что сначала ставить уже выверенную хорошую запись а после этого онлайн и то есть в живом режиме уже отвечать на вопросы которые возникли но это опять же друзья с точки зрения вот работы которые мы сейчас ставим для того чтобы эффективность от наших встреч эффективность нашей работы был максимально так сейчас вот прям буквально василий это самое над вами являет появилась адреса который там мой и алексея на которые можно писать на которые можно связывать вот поэтому друзья давайте эту работу вместе со вести совместно это наша с вами ну такая совместная работа и мы конечно увязываем все в одну систему то есть и наши презентации вебинары которые ведут другие дни то есть вот вчера который проводил виктор в 16 часов по москве там те которые дальше будут вести мы как раз и сводим в одну систему именно доведение информации чтобы для людей с разной стороны на разные акценты мы делали определенный упор и человек для себя дальше принимал решение оставаться в проекте двигаться дальше поддерживать проект или еще какое-то время ждать потому что по опыту могу сказать что равнодушных людей к тому же дела им нет есть люди которые сразу не могут включиться не сразу могут поверить потом есть какое-то время кто изучают но рано или поздно все подключаются к проекту это и бывшие большие чиновники и министры и академики и бизнесмены которые тоже у меня буквально сейчас идут переговоры с одним моим таким давним партнером мы с ним работали еще по министерским делам почти 18 лет назад министерство экономики министерство финансов и сейчас глядя на проект то есть то же самое когда он год назад узнал что мы перешли краудинвестинговую систему что мы активно сейчас работаем по вербовке активистов и вербовки это он сначала отмахнулся сказал что ммм не интересно но по мере того как увидел результаты и я ему откровенно задал вопрос вот смотри мы сейчас инвестировали за этот год определенную существенную сумму денег которую до этого собирали почти десять лет сейчас с точки зрения проекта допустим сколково или венчурного фонда возможно было пройти ту стадию которую мы прошли получить то финансирование которое мы сейчас получили и он четко признал что да это сделать нельзя и откровенно признал что друзья вы сделали невозможное но это скромная оценка того что мы сегодня делаем это скромная оценка того что сделал юницкий и это действительно можно констатировать однозначно помимо того что сам проект кажется многим фантастическим то есть опережающим время хотя он абсолютно в свое время в своем месте так еще и то что мы сегодня сделали и продвигаем это тоже сегодня у многих вызывает просто недоумение просто фантастика потому что финансирование которое шло допустим в 2001 году когда запускался проект и его поддержал генерал лебедь там было понятно политический деятель который является губернатором крупнейшего региона который в две трети территории находится за северным полярным кругом все россии поддержал и привлек туда еще очень многих людей то есть тогда на территории красноярского края работал совмэн хадрид меджидович который потом стал президентом адыгей он был полигоне в озерах хагажаев джонсон талович он был тогда генеральным директором норильского никеля еще очень много таких бизнесменов серьезных которые привел меня александр иван шлебедь или продвинул и тогда это не вызывало никаких вопросов после этого туда приезжал генерал громов губернатор московской области еще так сказать то есть это было естественно и после этого стал финансироваться уже венчурным фондом газпрома то есть это само собой такой естественный процесс что подключились сильные люди которые помогли продвинули проект и дальше когда при подпосле поддержки президента медведева полигон был уничтожен тоже стало все очевидно что сильные мира всего решили что это конкуренция что это опасно это надо убирать и получается что это как определенный ветер который дует мы как флюгер или как система который куда дует туда несет и дальше весь вопрос вот когда мне юницкому задавали вопрос вот особенно интересно в минске когда 17 октября была большая такая расширенная конференция после закладки нулевого километра у юницкого спросили а кто уничтожил полигон в озерах 2009 году после поддержки президента медведева он интересно ответил что вандалы вот но потом как выяснилось этими вандалами оказалось министерство транспорта российской федерации то есть они после поддержки президента для того чтобы не продвигать и не поддерживать проект который может быть конкурентом соответственно дали команду и уничтожили этот полигон и соответственно опять же вопрос а почему вы не могли этому противостоять так вот друзья тогда была горстка энтузиастов то есть юницкий собрал вокруг себя талантливых инженеров которые смогли сделать изготовить собрал команду менеджеров которые подвигали делали этот проект у нас было настолько тогда мало и когда встал вопрос об уничтожении конкуренции мы не могли это защитить и соответственно мы не могли продвигать этот проект даже несмотря на то что зил продемонстрировал технологические возможности что эта лаборатория которая почти 10 лет ездила получила колоссальные результаты все но друзья продвинуть и защитить это было невозможно сегодня после того как юницкий взял на себя смелость и вывести проект народное финансирование в крауд инвестинг это был конечно очень смелый я бы сказал такой очень серьезный шаг но по мере того как сегодня развивается проект по мере того как сегодня уже сначала десятки тысяч потом сотни тысяч а сейчас мы уже четко видим что к середине следующего года нас уже будут миллионы то есть мы перешагнем за миллион участников проекта это друзья происходит два процесса одновременно которые нельзя разрывать и которые дополняют друг друга первой это крауд инвестирует система люди приходят инвестируют становятся совладельцами технологии они инвестируют в венчурные и формируют свои венчурные пакеты при этом рассчитывая естественно вместе с проектом на что мы все очень серьезно работаем рассчитываем что это будут очень серьезные венчурные премии потому что потенциал и доходность этого бизнеса просто колоссальный вот мы все сейчас работаем над его реализации и второй стороны этого вопроса что само по себе большое количество участников проекта само по себе количество людей которые сегодня собираются для реализации одной цели это становится очень серьезной силой, которая и в состоянии инвестировать, продвигать проект, и второе, друзья, что очень важно и защищать, и быть силой, которая реально может постоять и защитить то, что мы сегодня делаем и создаем. Поэтому то, что сегодня двигается и развивается, это, друзья, такой многогранный и очень сложный процесс, он очень сложный для восприятия, он очень неоднозначен для тех, кто смотрит со стороны, но, друзья, по мере того, как строится, вы видели полигон и Марину Горку, и для репортажа, которые сегодня все более и более профессионально идут с места строительства, от компании, с конструкторского бюро, мы очень этому рады, потому что это все формирует общее информационное поле. Вы видели Михаила Кириченко, который просто, я думаю, сейчас набирает популярность и через некоторое время будет самым популярным виктором в медиапространстве, опережая Андрею, Катерину Андрееву, или, думаю, даже еще ряд дикторов центрального телевидения, потому что действительно информация о проекте, о Скайвее, о Мариной Горке, это все становится более и более интересно, более и более важно. Ну и так как Михаил говорит «Строй Скайвей, спасай планету», я думаю, что, друзья, это будет просто лозунгом скоро действительно всей планеты. И мы, естественно, на своих вебинарах более скромно «Строй Скайвей, спасай Россию», то есть это у нас началось и пошло с направления, как это Михаил Калантаров, тоже большой участник и сторонник нашего проекта, он ввел этот термин «Строй Скайвей, спасай Россию», естественно, перефразировав одно очень известное изречение, которое всегда на Руси было, вы помните, наверное, о чем идет речь. Но сегодня это действительно становится силой, это действительно становится интересным вопросом, и здесь таким очень движущей силой. И для новичков, которые прослушали первый вебинар, сегодня попадают на нашу вторую часть, я думаю, для них это уже не так опасно, не так страшно, не так серьезно слушать, что вот мы, допустим, с Нового года начнем продвигать проект уже и презентовать вам, показывать выкладки, связанные с сибирским холодом, то есть показывать уже именно экономику процесса, когда строительство трасс, строительство, реализация только одного проекта может утроить ВВП России, когда мы будем формировать новые рынки, когда мы будем выходить в логику линейных городов, как они будут строиться. Это, друзья, не для одного дня, и под это мы специально готовим обучающие пакеты, обучающие вебинары, на которых мы будем всю эту информацию доводить, потому что она требует особого подхода, она требует особого объяснения, и вот это как раз с Нового года мы все, друзья, начнем делать и систематизировать, укладывать. Задача сейчас одна, чтобы каждый, кто вшел в проект, кто интересуется, чтобы он имел возможность для себя выбирать и смотреть, куда инвестировать, как инвестировать, какой адресный проект поддерживать, какое направление ему более интересно, в чем более активно участвовать, это как раз та работа, которую мы ведем, это и есть обучающая система. Второй очень важный процесс сейчас, это запуск самих проектов, адресных проектов, над которыми мы сейчас работаем, где сейчас формируются отдельные команды, и мы как раз тоже будем готовить сейчас целые такие направления по формированию этих команд, как им двигаться, как им работать с чиновниками, как готовить юридические документы, как делать взаимодействие с разными группами, то есть с конструкторским бюро, с проектировщиками на местах, с производителями, которые хотят участвовать в проекте в той или иной степени, это тоже мы сейчас будем увязывать, это, друзья, все развитие проекта, и к этому мы сейчас активно подходим. Поэтому очень много сейчас вопросов, и мы запустили целую серию сейчас вебинаров и пропусков, которые связаны с формированием потребительского общества Евразия, вот в понедельник, вот позавчера Дмитрий Счастливый проводил такую первую встречу по потребительскому обществу, где рассказывал, показывал, было много людей, было очень много вопросов. В следующий понедельник буду я именно показывать логику возникновения и логику работы потребительского общества, зачем, как, что оно увязывает, какие цели и задачи вставит, как мы будем работать. Поэтому я, друзья, сейчас не буду на это тратить время, и просто мы говорим, что все, что связано с ПО, все, что связано с системой потребкооперации, все, что связано с целевыми программами, которые мы будем запускать, а наши все адресные проекты, наши все проекты, которые сегодня запускаются и выходят в стадию реализации и увязываются, они будут как раз замкнуты в рамках потребительского общества, потому что это на сегодняшний момент самая прогрессивная и самая справедливая система устройства акционеров, те, кто вошел в проект, те, кто может получать прибыль, те, кто станут пайщиками. Это как раз отдельная работа. И мы по понедельникам 18 часов будем вот теперь в течение, наверное, двух месяцев вести эту работу, поэтому, друзья, все вопросы, которые связаны с потребительским обществом туда, именно по понедельникам 18 часов. Ну и вопрос, который мы третий вебинар уже подряд обсуждаем и делаем, потому что он только-только будет набирать сейчас интересы обороты, это гектар земли, это все, что связано с законом, который с 1 января вступает в силу, а с 1 мая начинается выделяться, то есть это путинская земля, и ему так и надо называть, что президент Путин за третий раз за историю государства российского вводит привлечение людей, вводит, соответственно, инициативу и развитие территории путем раздачи бесплатной земли для того, чтобы эта земля вошла в обороты. Поэтому, когда вы слышите и сами дальше будете работать, и мы дальше это будем проводить к тому, что, а слышали ли вы гектар земли, которую раздает Путин, а хотели вы в этом участвовать, то здесь, друзья, вы должны четко понимать. И я специально на этом останавливаюсь, друзья, вы не подумайте, что нам больше не о чем говорить. Это третий вебинар подряд, это чтобы это четко уложилось в голове, и вы должны понимать, что на вопрос, который вы задаете любому своему родственникам, своему соседу, своему сослуживцу, коллеге, которые, знаете, а вы слышали о том, что Путин раздает землю на Дальнем Востоке. Но я думаю, об этом слышали все, потому что об этом говорят. Второй вопрос, который я вам сейчас задаю, и который вы задаете, это, а ты участвуешь в этом проекте, то есть ты эту землю будешь получать? Естественно, на этом я вам могу сказать, что в 90% вы услышите вопрос, а зачем мне земля на Дальнем Востоке? Туда слетать невозможно. Это земля без инфраструктуры, которая в 20 километрах от ближайшего мегаполиса, которая без всяких дорог, электроэнергии и интернета, соответственно, за ближайшие пять лет нам надо накопить деньги только, чтобы туда съездить, не говоря уже о том, чтобы там построить жилье или так далее, и так далее. То есть, естественно, что сегодня и по сути дела этот проект без технологии Skyway не имеет перспективы развития. Третий вопрос, который сегодня я вам задаю, и, соответственно, вы, пользуясь этим вопросом, задаете вопрос, а вы слышали о технологии Skyway, которая позволит очень быстро, дешево строить инфраструктуру, которая позволит легко прийти в эту землю и сделать ее легкодоступной и очень дорогой? Вот здесь вот с этого момента вам большинство людей, 99% отвечают нет. Про эту технологию мы не слышали. И вот здесь вот основной вопрос, который надо задавать, а вы хотели бы стать совладельцем интеллектуальной собственности бесплатно, которая технологии, которая позволит легко строить инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке и сделает эту землю самой дорогой на евразийском пространстве. И вот здесь вот вы встречный сразу получаете вопрос, который... Так, вопросы остались? Ольга Владимировна. Да, естественно, Ольга, за один вечер и за одну ответить на все вопросы, на которые отвечал Дмитрий Счастливый, просто невозможно, поэтому мы это будем вести каждую неделю, поэтому вы пишите вопросы, вы пишите, соответственно, свои пожелания или свои там, что бы вы хотели еще либо обсудить, какие у вас возникают возражения или недопонимания. И мы будем на это отвечать. Естественно, что... Вот Олег правильно отвечает, что, друзья, за один вебинар, тем более такую сложнейшую тему, осветить и ответить на все вопросы просто нельзя. И поэтому мы это будем делать даже не один месяц. И мы будем объяснять, объяснять и объяснять. Естественно, пока мы не ответим на все вопросы, пока для большинства не будет это очевидным, соответственно, мы двигаться дальше или, во всяком случае, вы двигаться дальше не можете. Поэтому будем двигать, объяснять эту работу. Так вот, друзья, сейчас вопрос, что мы должны четко понимать и четко для себя уяснить, что идут два независимых процесса, которые сошлись в одном месте в одно время. И когда мы говорим, что такие события бывают раз в столетие, то здесь, наверное, мы тоже не правы. Такие события, которые сейчас сошлись, они... Вот мы проанализировали историю, вот тут мне после прошлого вебинара, когда я назвал о том, что такой проект был три раза и давал такой Владимир, создатель Киевской Руси, тот, кто крестил Киевскую Русь, потом такой проект вел Столыпин и вот сейчас третий раз ведет Путин. Меня историки поправили, оказывается, когда князь Владимир создавал систему, он давал землю только для своих бояр и только для своих приближенных, а вот Юрий Долгорукий, который строил Москву и для него надо было, чтобы большое количество именно населения пришло в Московское княжество, когда он первый ввел определенные именно уже государственное устройство на Московском княжестве, вот он действительно по пять гектар раздавал на каждого желающего, кто приходил и на пять лет освобождал от княжеского оброка. Тот, кто приглашал еще и приходил с кем-то, то есть приводил еще с собой соплеменников, то на десять лет. То есть система сетевого маркетинга, вот так называемая система многоуровневого маркетинга была применена вот еще Юрием Долгоруким и есть все исторические, мы на этот предмет готовим сейчас целую такую историческую справку для того, чтобы это показать, рассказать. Так вот, друзья, тогда все Московское княжество и город Москва строилось вокруг Москва-реки, потому что это была коммуникационная система и именно Москва-река, которая соединялась с Клязьмой, которая дальше выходила, доходила и на север, и до Каспийского моря, а потом можно было водным путем и до Черного моря, то есть вот этот путь из Варяйки в Греки, это как раз и была коммуникационная система, суть которой было создание Московского княжества. И, соответственно, Юрий Долгорукий, привлекаясь землей, раздавая землю и освобождая от оброков, то есть от княжеских сборов, то есть давая налоговые преференции нашим языком, соответственно, стимулировал и население на тот момент Московского княжества увеличилось в десятки раз. И, соответственно, это резко увеличило и экономическую мощь, а как следствие всегда военную мощь, потому что военная система всегда идет только за экономикой. И, соответственно, сильная армия и обороноспособность может идти только за сильной экономикой. Соответственно, это тогда было продемонстрировано, ну, такие возможности именно инвестирования и инвестиционной активности с помощью земли. Программа Столыпина в начале 20 века, когда он стимулировал развитие семей, Сибири и 5 миллионов семей переехали в Сибирь, соответственно, это тоже была инновация и Столыпин вел еще одну очень гениальную вещь, это систему кооперации, именно народной кооперации перед Столыпиной был создан российский кооперационный банк, что было понятно, это был самый крупный кооперационный, вообще самый крупный банк Европы, и он как раз прокредитовал 5 миллионов семей, которые переехали, получили субсидии беспроцентные на освоение Сибири, и как раз это то плоды, чего мы пожинали потом практически 70 лет, когда Сибирь именно за счет этих людей активно развивалась, активно переезжала, и она еще потом наложилась на программу, это уже советскую программу переселения системы ГУЛАГов, то есть это специфика коммунистов, специфика коммунистического управления, когда без всяких субсидий, без добровольного переезда Столыпинский вагон и целыми народами отправляли осваивать Сибирь, где высаживали в чистом поле, в морозы, и дальше кто выжил, тот и выжил, так сказать, это вторая специфика, и если специфика или особенность Столыпинского переселения, это было субсидирование, это была бесплатная земля, это было добровольное экономическое развитие, то коммунисты применили новую систему к тому времени, то есть это фактически рабовладельческое управление. Но, как показал исторический опыт, коммунистическая система просуществовала 70 лет, поменялась, и вот 25 лет, вот сегодня развивается новая Россия, новая страна, и сегодня новое руководство, возвращаясь к старому опыту, опять обращается к этому опыту. И здесь, друзья, почему мы на это так много обращаем внимания, и почему, соответственно, сейчас секундочку, и почему, соответственно, это привлекает так много внимания нашего проекта, и почему мы сегодня говорим о том, что это очень важный процесс, потому что развитие технологии, и здесь как раз мы возвращаемся уже к нашей теме, к теме Транснета, к теме Скайвея, что в одном месте сложились именно два направления, которые шли десятилетиями. И технология инженера Юницкого, она развивалась десятилетия, то есть 40 лет над ней работает Анатолий Юницкий. Сегодня мы видим результаты, мы видим реализацию на наших глазах. Это обретает реальные черты, и я думаю, что тот, кто с нами в проекте уже больше года, и тот, кто слушает наши вебинары, он испытывает, я думаю, истинное наслаждение, потому что, друзья, когда из образов, из представлений, которые год назад для большинства, я абсолютно уверен, что для 99% людей, кто слушал наши вебинары, кто слышал, это казалось фантастикой. Потому что, друзья, я об этом говорю, я читаю лекции на предмет Скайвея, струнных технологий Юницкого, 15 лет. И поверьте, что я видел такое количество людей, скептиков, такое количество людей, которые не верили в этот процесс, которые там относятся к нему отрицательно по разным причинам. И по мере того, как все это реализуется, по мере того, как все это превращается в железо, то есть вот в 2001 году я первый раз видел, как это проходило, и технология на наших глазах появлялась. Но опять же, я говорил уже об этом, из-за того, что не было информационного поля, из-за того, что так не был распространен интернет, хотя это, друзья, 2001 год, это всего 15 лет назад. Соответственно, из-за того, что система краудинвестинга не была отстроена, мы построили, показали, были сотни репортажов по центральному телевидению, там были сотни чиновников из абсолютно разных стран, наверное, с любых уголков мира. И это, друзья, стало историей, это никуда дальше не двинулось. Сегодня совсем другое время, сегодня совсем другая ситуация, что идет также строительство анкерных опор, также там мы в онлайне видим, там нам показывают, что построили промежуточную опору из 19, что в ближайшее время начнется натяжение путевой структуры, что сейчас параллельно уже идет изготовление подвижного состава. И мы, друзья, с вами все это весной, летом начнем видеть уже воочию. Так вот, на наших глазах все это, друзья, рождается, мы все это видим, мы этому свидетели. И здесь два процесса, которые нельзя отрицать. Абсолютно. Это первое, что это превращается в реальность, и мы видим, что это происходит на наших глазах, и это абсолютно реально. И второй вопрос, друзья, который тоже бесполезен, это при нашем участии. Так вот, соответственно, два этих процесса сейчас идут, и они сошлись в одном месте, что технология, которую мы показываем, технологию, которую мы сегодня вместе продвигаем, так вот, эта технология нужна для того, чтобы осваивать Сибирь, Дальний Восток, для того, чтобы за считанные часы можно было из любой точки евразийского пространства переместиться в любую точку евразийского пространства, для того, чтобы Сибирь и Дальний Восток стали абсолютно освоенными, доступными территориями, и это территория, которая в десятки раз даст рост евразийского ВВП, потому что появятся новые проекты, новые месторождения, появятся новые города, появится новый ресурс в виде сибирской воды и сибирского холода, который сегодня крайне востребован экономикой, но он не может сегодня быть реализован без технологических решений, которые дает Skyway. Так вот, друзья, все это сошлось в одном месте, в одно время. И сегодня мы задаем вопрос, который вот уже традиционен, и который мы сегодня активно общаемся с людьми, которые стоят в стороне от проекта и не хотят даже думать или участвовать в нем. Мы говорим, что, друзья, а вы бы хотели сейчас стать обладателем гектара земли на семью 5-10 гектар, который будет самой дорогой землей в евразийском пространстве? Почему? Потому что сегодня вот уже технология, которая подходит, она делает ее доступ. ...собсуд, который освоения, потому что технология даст сеть дорог дешевых, скоростных, высокоокупаемых, которые будут осваивать новые месторождения, которые будут строить новые города. И, соответственно, землю, которую вы получите, по этой земле пройдет трасса Skyway, и эта земля станет очень рентабельной и очень доходной. Соответственно, через систему потребкоопераций, то есть потребительское общество Евразии, которое будет и формировать финансовые инструменты для того, чтобы кредитовать и строительство жилья, и освоение этих территорий, и, соответственно, делать экономический механизм, который позволит потом и менять эти участки, и продавать, и делать оборот. И, соответственно, эта земля, это все, друзья, следующий этап, потому что как только эта земля станет военной, как только она войдет в экономический оборот, естественно, к ней будут применяться все инструменты. На сегодняшний момент по закону эту землю нельзя ни передавать, ни продавать, ни сдавать в аренду, потому что это инвестиционный ресурс, цель и задача которого только осваивать территорию. К следующим этапам, как эта территория начнет осваиваться, как только эта земля выполнит свою задачу, и там начнется экономическая жизнь, эта земля войдет в экономический оборот, и здесь как раз это очень много задает вопрос, а можно ли будет эту землю продавать? Вот на сегодняшнем этапе, друзья, нет. Почему? Потому что она стоит ноль. А если она стоит ноль, продать ее, друзья, нельзя. То есть, либо если кто-то ее купит, то из других целей, кроме как в экономическом обороте, то есть, на всякий случай, и сейчас ставится очень жесткое ограничение, чтобы эту землю за бесценок не скупили китайцы, чтобы туда не пришли недоброжелательно настроенные люди к стране, к территории, которую они осваивают, поэтому есть жесткие ограничения. Так вот, друзья, на сегодняшний момент у каждого из вас, кто привлекает людей, кто привлекает родственников, доводит эту информацию до коллег, до соседей, до сослуживцев, у вас очень мощный аргумент. Что сегодня вам предлагается от президента Путина взять землю и быть участником экономического развития Дальнего Востока. Вы не знаете, как это делать, но есть группа компаний Skyway, есть группа компаний Transnet, есть сегодня потребительское общество Евразия, которое реализуя и уже создав механизм трансирования технологии, которая будет осваивать эту территорию. И эта технология уже создана, она не какие-то заоблачные, просто она весной уже будет продемонстрирована. А летом в 2017 год это уже активно развитие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так, да, друзья, абсолютно Александр правильно пишет, это у нас уже традиционная такая фраза, что наш младший брат интернет иногда шалит, ничего страшного. Опять же, традиционный на это ответ, что когда построим старшего брата Transnet, соответственно, сбоев у нас последние. Так, повторите, Евгений, повторите последнюю мысль. Оборвалось как раз на том, что, ну, сегодня, то, что мы сводим, что технология, которая сегодня развивается, делается и демонстрируется, она делает возможным и делает сегодня реальным проект с землей. И поэтому мы сегодня рекомендуем всем, кому президент Путин дает возможность через закон участвовать в этой земле, поэтому для жителей Сибири и Дальнего Востока, особенно Дальнего Востока, у нас такая настоятельная рекомендация, друзья, всем надо взять эту землю, если вы еще сомневаетесь, нужна она вам, не нужна, это, друзья, большая глупость. Надо брать, заявляться на эту землю, соответственно, земля, закон дает на каждого члена семьи по гектару, поэтому если у вас 5, 10, 15 членов семьи, значит, соответственно, надо на всех заявлять и брать эту землю. Соответственно, второй вопрос. Сегодня инженер Юницкий именно дает возможность вам стать совладельцами технологий, то есть он этому раздает сегодня. За то, что вы зарегистрируетесь и участвуете в проекте, будет выдаваться пакет акций, который соизмерим в ближайшие 5-10 лет, это будут, наверное, миллионы долларов, поэтому это ваше участие в этом проекте, опять же, бесплатно. И второй вопрос. Участие в проекте земли будет бесплатным. Для регистрации, вот то, что мы говорили, через потребительское общество и эта земля, это тоже все будет бесплатно. То есть никаких денег здесь платить не надо. Второй вопрос. То, что вы сегодня станете совладельцами интеллектуальной собственности и совладельцами технологий, это тоже, друзья, не требует от вас никаких вложений. Естественно, это делается зачем? И адресные проекты, которые сегодня запускаются, они также сегодня запускаются без вашего участия, без инвестиций. Делается это, друзья, только с одной целью, чтобы вы заинтересовались этим проектом, вы стали изучать и дальше для себя приняли решение, потому что дальше начинаем доводить информацию, что для того, чтобы это ускорялось и делалось, нужны инвестиции. И второй вопрос. Это два взаимовыгодных для вас процесса, что если вы на сегодняшней стадии становить уже, будучи совладельцам, будете инвестировать и увеличивать свой венчурный инвестиционный пакет, значит, соответственно, ваши дальнейшие преференции, ваши дальнейшие выгоды будут только увеличиваться. И задача наша сегодняшняя, друзья, это вам показать, довести эту информацию и заинтересовать в том, чтобы вы были заинтересованы в развитии этого проекта, так же, как и мы сегодня. То есть мы сегодня вербуем вас для того, чтобы вы стали участниками проекта, чтобы вы начали изучать эту информацию, чтобы вы увидели интерес в том, что вы делаете, и дальше стали нашими партнерами и нашими союзниками, которые будут, соответственно, дальше развиваться. Ну вот, друзья, на этом я поговорю с владельцем интеллектуальной собственности, которая идет от Анатолида Ивановича Юницкого, с землей, которая сегодня идет от президента Путина. О том, что сегодня это все сходится в одном месте, и мы с вами участники этого процесса, это вы должны четко понимать и осознавать. Вот. А дальше моя вторая часть, которую я после Алексея еще раз скажу, она будет менее приятная, потому что наш сегодняшний анализ, он идет из действительности не выпасть. Мы с вами выглядываем в окно, включаем телевизор, и то, что мы сегодня видим, друзья, это, к сожалению, если бы не Skyway, то, наверное, это было бы все очень печально, если бы я не сказал катастрофично. Но, исходя из того, что у нас есть Skyway, исходя из того, что у нас есть экономический ковчег, мы, друзья, на все это смотрим спокойно, мы знаем, что делать, мы знаем, куда плыть, и мы знаем, к чему мы, в конце концов, придем. Но, друзья, это еще одна привилегия нашего проекта, это еще одна привилегия тех, кто с нами, потому что они знают, что будет дальше, и они знают, какие преференции, и что будет для каждого из них. Потому что для многих, друзья, сейчас начинается время, это полного отчаяния, это полной паники. 16-й год, я могу сказать, друзья, будет крайне сложной, вообще, с точки зрения и российской экономики, и бразийской, и мировой. Но, друзья, наш ковчег сегодня будет спасением, и это то, что мы с вами, друзья, строим, и уже дает результаты. Алексей, тебе слово. Сергей Анатольевич, здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Супер. Ну, собственно, всех интересует вопрос, вот я в чате прочитал по адресным проектам, то есть это наш расширенный вебинар, здесь мы можем себе позволить общаться на темы, которые не касаются начальных именно аспектов технологии, введения, проекты и так далее. И что касается адресных проектов, то есть работа планомерно на самом деле развивается, то есть вот уже в Казани потихоньку инициируется адресный проект. Сегодня с утра с Красноярском я общался тоже, ребята там двигаются. Но я хотел бы вам напомнить всем, чтобы у каждого сложилось четкое понимание вообще, с какой целью делается сейчас адресный проект. Естественно, чтобы его в дальнейшем реализовать. Но адресный проект не может быть реализован в данных условиях при данной экономической ситуации, то есть вот я сегодня наблюдаю за нефтью, нефть 37.76, то есть ниже 38, а доллар, доллар почему-то наоборот падает. Вы понимаете, в чем ситуация заключается, то есть просто неимоверно заливают средствами из резервного фонда. По расчету многих экономистов, ну примерно 60 миллиардов долларов осталось в казне от резервного фонда именно от Российской Федерации. И к концу 2016 года, может быть раньше, у нас просто не останется денег в резервном фонде России. И должно быть спасение. Спасение, на самом деле, это все мы с вами. То есть это в первую очередь сеть. Это в первую очередь развитие. Это в первую очередь информирование от человека к человеку. Я приведу пример. Ну, допустим, если говорить про… также остановлюсь немножко вот на выставке, на форуме, которые прошли в Москве, то есть это русско-киргизское именно мероприятие. И стоит помнить, что адресный проект не будет реализован, если не будет реализован головной проект, то есть если не будет построен экотехнопарк. И стоит раз фокусироваться, именно занимаясь только продвижением адресного проекта, но не рассказывая человеку, вот тут тоже писали, не превращайте, пожалуйста, в MLM. Ну, собственно, SkyWay невозможно превратить в MLM. И если говорить про систему партнерских вознаграждений и так далее, то многие провайдеры, многие банки уже в открытую говорят – приведи друга и мы тебе сделаем условия более выгодные. И с этим невозможно поспорить, это не MLM, это сетевое построение бизнеса, то есть я вот так лучше назову. И адресные проекты, они невозможны к реализации, если сеть не будет расти, непосредственно в вашем регионе. То есть каждый тот, кто инициирует адресный проект, команда, который инициирует адресный проект, должна понимать, что адресный проект может быть реализован либо путем построения сети и привлечения инвестиций, естественно, этот адресный проект, путем наличия в команде лоббиста, то есть либо связей с чиновниками и наличием, если нет сети, ряда средних и крупных инвесторов. То есть теоретически могут закрыть до десяти, так скажем, крупных инвесторов. То есть что касается телодвижения непосредственно по адресному проекту, вот именно по Челябинску, то есть огромная работа была проделана семьей Баклуниных, то есть это Евгений и Владимир мною, и сейчас потихоньку мы выстраиваем сеть, несмотря на то, что, кстати, потоки разные, именно вот готовимся к адресному проекту, потоки разные, то что вот Skyway Capital и Skyway Invest Group, но мы будем реализовать один адресный проект, тут как бы никакой конкуренции не может быть и нет. И, соответственно, была масса переговоров проведена уже, сейчас мы просто в ожидании. То есть уже все, что можно сделали, подготовлено от Министерства, это Главное управление транспорта, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области, аналитическая записка, именно служебная записка на проведение совещания. Но посмотрим, мои ощущения, что вполне возможно, что до Нового года не будет организовано это совещание, потому что сейчас многие главы разъехались и разъедутся, об этом напрямую открыто говорят. Но сейчас мы дошли до крайней стадии именно вот в Челябинске, то есть когда пройдет совещание, топовое так называемое совещание, и будет сказано, принимаем мы этот проект, город одобряет либо не одобряет. Если город одобрит, то мы уже смету получили от проектировщиков примерную, то есть попросили посчитать те этапы, которые необходимы к реализации именно местными конторами и, соответственно, сейчас будет эта смета пересчитана. Но эта смета не будет иметь никакого смысла, если город скажет нет. Если город скажет нет, такой тоже вариант событий возможен, ну, я его мало предполагаю, то, соответственно, просто данного направления именно легкого прогулочного транспорта от родника до парка Гагарина до Юргу, именно через парк, который занял, в свою очередь, пятое место, не будет. Но я верю и вся наша команда именно по адресовому проекту верит и надеется, что будет все-таки адекватность в этом плане. Если нет, то просто такой вот грандиозный проект будет упущен. Что касается Ирландии, это Арман более подробно скажет, то есть там тоже сейчас фаза ожидания. Это знаете, как вот кто сдавал сессию, кто давно уже сдавал, кто недавно, кто вообще очень давно. Была тоже такая фаза ожидания, то есть когда вроде как все уже сдано, но ожидаешь, чтобы просто проставили зачеты. То есть это чисто бюрократический такой уже непосредственно момент. И также вот сейчас мы от бюрократии никуда не уйти, мы сейчас в фазе ожидания. Ну положительного ожидания, то есть все, что можно было сделано. Теперь ответ за высшими, так скажем, чиновниками именно города. Что касается Челябинска. То есть это непосредственно адресный проект, которым я напрямую занимаюсь с Баклунинами. И собственно вот сейчас вышедшая точка приближается постепенно. Что касается Ирландии, то было проведено непосредственно само совещание с министрами ведущими. Естественно, они сейчас отправились на раздумья. То есть проекты, которые мы реализуем, инициируем, они невозможны к принятию даже за несколько недель, за месяцы. Может месяцами решения тянутся. Но каждое вот это действие, оно должно капитализировать именно сеть, развивающаяся в регионе. Потому что если не будет того костика, если не будет основы, фундамента, то как только будет проект принят и его нужно будет оплачивать, то чтобы не возникла такая ситуация. Есть что реализовывать, но нет ресурсов, на что реализовывать. Это будет такая очень глупая, я бы сказал, ситуация. И нужно подготовить плацдарм для того, чтобы адресный проект реализовывать без всяких заторможений. То есть как реализуется на данный момент, на данной стадии наш проект именно в Эко-технопарке. Это что касается адресных проектов. Что касается именно события в Москве, то я думаю, многие сейчас узнали новости на наших официальных источниках. То есть было проведено мероприятие, организованное деловой аудиторией. Это было в прошлую четверг и пятницу. Собственно, мероприятие прошло более чем успешно, я считаю. То есть повторили опыт, который уже дублицируется. Цель была именно проведение мероприятия заинтересовать, и не просто заинтересовать, а подвести на стенд, вывести на конкретные переговоры министров. В данном случае были министры Армении и Киргизии. Собственно, эта цель достигнута. Были проведены переговоры с министром Армении. Ну, собственно, контакты, естественно, все были взяты. У министра Армении полная заинтересованность. И по Киргизии. То есть по Киргизии, так как сеть, опять же повторяюсь, МДС-проводящая система там развивается достаточно серьезно, то адресный проект, ну, так сейчас тоже складывается, что и лоббисты появляются. Вот как раз на этой конференции появился лоббист, очень мощный бывший тоже чиновник в Кыргызстане. И, собственно, все будет, я думаю, развиваться. Фотографии, как вот Сергей Анатольевич будет вещать на своей части, я поставлю, потому что сейчас, чтобы не отвлекаться. Но в этом мероприятии, это, знаете, вот как один из десятка мероприятий, то есть это один шаг, это один шаг именно к достижению цели оповещения, массового оповещения, в том числе массового оповещения среди чиновников государств, глав государств, министров и так далее. Это планомерный процесс, который мы с вами должны проходить, ну, собственно, каждый день. И никто не отменял того, что помимо занятия адресными проектами, помимо информирования о гектаре земли, вы будете, например, забывать про информирование о том, что есть возможность вообще, которая бывает раз в сто лет, инвестировать в то направление, которое на сегодняшний день является инновационным. Это технология SkyWay. И вот этот пункт ни в коем случае нельзя забывать. То есть это наш стержень, это наш вектор развития, про него нельзя забывать, потому что если про него забыть, то наш корабль превратится не в лайнер такой замечательный, комфортабельный, многопалубный, а в Титаник он превратится. И, соответственно, чтобы обучать и, ну, сейчас вот почему такое направление, начали развивать именно как адресные обучающиеся инвестиционные программы по адресным проектам. То есть это будут отдельные пакеты. После Нового года мы начнем вещать. Вначале это будет 2-3 вебинара именно вводных по адресным проектам. И их за минимальную стоимость, причем человек, который приобретает этот пакет, будет также получать долю совладения именно налоги SkyWay от SkyWay Invest Group. И, соответственно, далее уже будет более расширенные, то есть по логике, как мы создаем вебинары именно для новичков, потом расширенные вебинары, расширенные и крайний третий вид, это именно коуч. Это, ну, я не люблю слово коуч на самом деле. Это обучение, это сопровождение, это сервис. Сервис, который будем обеспечивать непосредственно Сергей Анатольевич и я. Введение полное адресного проекта. То есть, если нужно будет уже на крайней стадии приехать, то за ресурсы того региона, который инициировал адресный проект, мы будем приезжать, проводить переговоры и, соответственно, если с сетью все хорошо, то никаких проблем с привозом в случае необходимости не будет. Если же с фокусировкой, опять же говорю, будет только на одном, на чем более, то с чего вообще даже приезд Сергея Анатольевича на проведение переговоров можно будет оплатить. То есть, есть такая фраза «За все плачу я». Это фраза из клана, то есть сицилийский клан. Мне нравится эта фраза. То есть, «За все плачу я» это значит, что иницируя адресный проект, вы непосредственно берете ответственность и всю инициативу на себя. Это ваш бизнес. Это бизнес в первую очередь именно инициаторов адресного проекта. За это человек будет получать достаточно солидную долю, но если не будет развиваться инвест-проводящая система, то ничего не будет. Я неспроста это много раз повторил. То есть, целью моего выступления, помимо информирования о новостях, о продвижении по адресным проектам, по информированию об участии и, кстати, получении премии. Мы получили премию. Очень много материала выйдет, то есть, очень много видеоматериала подготовлено. Они будут постепенно прорабатываться, именно вот как общаться с министрами, о чем нужно с ними говорить, что их интересует. То есть, это было в реальном времени заснято. Ожидаем, так скажем, монтажа уже. И нам была вручлена премия, я считаю, абсолютно по праву. Это народный проект года. И подвожу, как бы, уже к итогу свое выступление сегодняшнее. Давайте вместе возьмем на себя обязательства. И вот будет замечательное, на самом деле, событие. Те, кто инвестировали от 100 долларов, то есть, либо с 16-го по 17-е в спецдисконте, либо инвесторов от 100 долларов с 1-го по 17-е. Ольга Шантина – это директор по онлайн-образованию, руководитель колл-центра, который сейчас активно работает. Вы все можете зайти в личный кабинет. И вообще, кстати, поставьте плюсик, кто в курсе о том, что существует возможность передать ваших приглашенных людей на обработку в колл-центр. Естественно, часть процента будет уходить на колл-центр, но это создаст именно автоматизацию. Хорошо, очень много людей знает. А поставьте единичку, кто это сделал. То есть, может быть, кто-то уже передал. Может быть, есть уже первые результаты. То есть, идут инвестиции. И Ольга Шантина, в том числе с помощью технологии Джордана Белфорда, на этом мы находились неспроста в октябре, будет представлять совместно с человеком, который совершил не одну тысячу звонков, собственно, как и Джордан Белфорд, руководитель нашего институционного фонда, Хавратов Андрей Федорович, будут вам демонстрировать, как именно создать телемаркетинг на миллион долларов. Кому-то миллион долларов покажется такой невозможной цифрой. Но, собственно, я не буду говорить про оборот, даже если на примере моей структуры. Пускай это останется тайной, но это возможно, друзья. И очень важно понять, как доносить информацию именно через телефон, через трубку, как нужно приглашать на встречи и как нужно в первую очередь завершать сделку. То есть мы все с вами завершили сделку, именно инвестируя для себя в первую очередь, инвестируя в спецдисконт. Сегодня, Сергей Анатольевич, я, несмотря на то, что пакеты уже такие вот солидные, но мы регулярно будем продолжать инвестировать. И вошли также на ОИПы и также в течение десяти месяцев, именно в качестве приверженцев и желающих, я думаю, в числе не последних людей к реализации общего нашего проекта SkyWay, мы будем продолжать инвестировать и, собственно, наращивать обороты и не забывать поддерживать наш проект каждый месяц, потому что этот ручеек, который превратится в океан, друзья. В океан Транснет, в котором будут находиться в новом информационном поле, в новой сети, единой транспортной, энергетической, коммуникационной. Многие люди, как сегодня наши соотечественники, сверстники, так и будущие поколения. Это будущее, которое мы не просто творим уже сегодня, но и капитализируем. И все по споре, все фундаменты капитализации у нас имеются и будут упрочняться еще больше, как прочные и как стабильные наши первые промежуточные опоры, которые устанавливаются с соблюдением всех нормативов и требований, с чем, друзья, я вас могу и поздравить. Благодарю за внимание. А теперь, собственно, вот такой экономический обзор. Немножко я затронул, но меня лично он очень сильно волнует. И почему сейчас все взлетает, падает рубль, падает нефть, взлетает, я имею ввиду, доллар и евро. Сорос продал все свои активы и вложил золото. Но во что действительно сегодня актуально и выгодно вкладывать, об этом поделится уже наш народный экономист, по праву заслуженный, Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Вот, но, друзья, здесь пока в чате, ну, я тут понимаю, тут несколько новичков или специально людей, которые тут у вас каждый раз подсаживают какого-нибудь бойца, который там начинает и периодически задавать провокационные вопросы и пытаться. Но это, друзья, относитесь к этому абсолютно спокойно. Тут была попытка принять решение, что и чаты останавливать, и удалять из списка этих людей. Ну, я, друзья, не сторонник таких вещей, поэтому я как раз, пускай работает чат, пускай пишет, вы сами к этому знаете, как относиться, вы сами все грамотные люди. Тем более, что, я говорю, это у нас вебинар не для новичков, где это может происходить или это какое-то впечатление производит, а это все-таки такая работа, где каждый анализирует в том числе и такие вещи. Значит, тут вопрос был по французскому фонду, я не раз уже говорил, на вебинарах мы ведем активные переговоры сейчас. Буквально, ну, собирались лететь на этой неделе, но, скорее всего, переговоры уйдут за Новый год. Фонд, это крупнейший венчурный, ну, он не венчурный фонд, он сам по себе хиджи фонд, но у него очень большая венчурная составляющая. Так, 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 зависло, так, друзья, изображение зависло, звук есть, потому что, как показывает практика, через 15-20 секунд пропадает звук. А, звук есть, да? Так, друзья, как видно, как слышно. Так, отлично, ну, традиционно младшего брата уже ругать не будем, что-то он периодически выскакивает. Вот, не так это страшно. Так, Людмила, земля будет принадлежать ПО нам в аренду. Вчера услышала об этом от СОБР. У меня было другое понимание этого. Ну, друзья, я как раз по земле и ППО, я вам говорил, что мы будем говорить об этом в понедельник, то есть, где все вопросы, соответственно, будут разъясняться. Но давайте вот, чтобы не было никаких недопониманий и, соответственно, что-то, то есть, это тема не сегодняшнего вебинара, но я просто обозначу позицию, которая меняться не может. И она двузначно никак трактоваться не может. Это понятие закона. Значит, в законе, а в земле что-то давайте, чтобы не было никаких больше инсинуаций. И вы понимали, в законе, который сегодня в Государственной Думе он в таком виде принят, будет принят и в таком одобрен правительством и инициирован президентом о том, что эта земля личную собственность и эта земля не может сдаваться в аренду, не продаваться, не передаваться третьим лицам. Это только ваша земля. Поэтому никакое потребительское общество землей владеть вот этой, которая идет по этому закону федеральному на Дальнем Востоке не может. Второе. Эта земля выдается только бесплатно и никакая сумма взыматься за то, чтобы вам пришла эта земля, тоже не может. И никаких условий, связанных с тем, что вы должны выполнить одно или другое условие, чтобы получить эту землю, кроме определенной федеральным законом, этого быть не может. Поэтому потребительское общество к той земле, которая будет сдаваться по этому федеральному закону, никакого отношения иметь не может. Это ваша личная собственность, которая будет сначала в аренду, а потом передаваться в собственность. И если, друзья, есть какое-то другое трактование, то это либо прямое нарушение закона, либо просто непонимание того, что человек говорит. Это чтобы вы четко понимали. Другое дело, что потребительское общество, и мы над этим работаем, и мы не раз об этом говорили, и вы, друзья, об этом тоже слышали, что потребительское общество может само у государственной власти, у губернаторов, у муниципалитетов арендовать землю и быть распорядителем самой земли. И мы, естественно, работаем над тем, чтобы потребительское общество вместе с той землей, которая будет даваться по федеральному закону на Дальнем Востоке, чтобы оно получало землю. И вот эту землю мы уже рассчитываем, и эту землю можно будет и как боевой взнос получать тем, кто не является гражданином Российской Федерации, и в дальнейшем, чтобы эта земля была в работе вместе с той землей, которая дается по федеральному закону, который начинает работать с 1 января. Но еще раз, друзья, никакой земли, никаких денег, никаких условий к этой земле применяться не могут. И здесь никакого двойного трактования быть не может. Потребительское общество, которое мы сейчас и создали, и делаем, оно, друзья, работает как механизм, который помогает вам в этой работе. Когда мы говорим, что вы, будучи пайщиком, получая землю на Дальнем Востоке и участвуя в программе Транснета, вы можете эту землю расположить и инвестировать таким образом, чтобы она была вблизи дороги, чтобы эта земля стала обладать ресурсом. И только в этом плане потребительское общество для вас сейчас является ценностью. Потому что потребительское общество и в разе целью и задачу ставит строительство линейного города Санкт-Петербург-Владивосток. Эта земля пойдет и в том числе по Дальнему Востоку, где может быть сегодня инвестирована вами, которая получена по федеральному закону. И, соответственно, потребительское общество может помогать вам выполнять ряд тех требований закона, которые стоят к осваиванию этой земли. А как то проектирование, соответственно, коммуникаций, как проектирование жилья, как кредитование для того, чтобы вы получали ссуду и так далее, и так далее, и так далее. Это целый комп вопросов, которые сегодня делают. И второй вопрос, который тоже мне сейчас задают, что есть ряд условий участия в потребительском обществе для получения земли. Это, друзья, тоже не может быть, потому что никаких условий, помимо тех, что написано в федеральном законе, чтобы получить землю, не может быть и, соответственно, не может как-то накладываться. Поэтому еще раз вам говорю и заостряю ваше внимание, что эта земля по федеральному закону дается бесплатно и без всяких ограничений. Мы, как потребительское общество, мы вам можем, как членам потребительского общества, как пайщикам, которые вступили к нам для того, чтобы мы помогали, мы можем оказывать для вас ряд услуг. Мы можем оказывать ряд помощи в работе, которая позволит вам капитализировать тот актив, который вы получили от государства и не более того. И это как раз я прошу вас и понимать, и, соответственно, доносить до всех остальных, что потребители... Мне вчера вот тоже писали, что обязательно ли для того, чтобы получить землю, вступить в потребительское общество? Или является ли условием получения земли в вступление в потребительское общество? Нет, друзья, ни в коем случае нет. Более того, если вы получили землю и не хотите становиться членом потребительского общества и оплачивать членский взнос, это тоже ваше право. Это абсолютно добровольная вещь, и она ни в коем случае не может являться условием. Смогут передать по строительству Транснет? Сергей вот тоже задает вопрос. Нет, ни в коем случае. В этом случае четко сказано, что земля не может передаваться третьим лицам, либо сдаваться в аренду, либо продаваться. Но в этом, друзья, и нет необходимости. Цель проекта Транснет и потребительского общества это показать вам, что ту землю, которую вы получите, благодаря проекту Транснет, она будет капитализирована. То есть мы вам покажем и мы вам рекомендуем взять землю именно в тех районах, рядом с которыми будут проходить трассы Транснет. И только благодаря тому, что там будут проходить трассы, эта земля будет капитализироваться. И только в этом будет являться ценность того, что мы делаем. Что сегодня земля, которая не имеет коммуникаций, до которой невозможно сегодня доехать, которая сегодня кажется неосваиваемой, благодаря Транснету станет легко доступной, станет очень дорогой. И наши трассы еще не очевидны, и они не строятся, и за ними не стоят очередь, эту землю получать и именно там, где мы вам рекомендуем, потому что там пойдут трассы. И в этом плане, друзья, мы все заинтересованы в том, чтобы вы заявились, получили землю, и эта земля была вблизи тех трасс, которые пойдут. Так, Ольга Владивосток ПО будет защищать нас от налогов. Но тут, друзья, тоже не совсем правильно и приврат получать, понимать то, что вступая в ПО вы не платите налогов. Заниматься экономической деятельностью и не платить налогов на территории любого государства невозможно. Другое дело, что потребительское общество позволяет в результате работы наиболее справедливо распределить сегодня обороты финансовые внутри системы. И то, что сегодня стимулируется отчасти не совсем справедливой налоговой системой, которая стремится взять налог на добавленную стоимость с каждого этапа и в конечном итоге перекладывает на конечного потребителя, мы внутри потребительского общества, мы это будем избегать. И, соответственно, внутри работы, когда еще нет полученной прибыли, соответственно, платить налоги на добавленную стоимость, потребительское общество, да, позволяет это оптимизировать, но это не уход от налогов, друзья. Это просто более оптимальное, более справедливое распределение этих налогов с учетом того, что платит тот, кто получает прибыль. Сегодняшняя система налоговая, она стимулирует то, чтобы государство и налоговые органы получали с любого оборота долю, что в конечном итоге, опять же, это как скрытое многократное налогообложение, помимо того, что получается от результата деятельности. Еще один очень, но опять же, друзья, то, что мы с вами перешли на эти вопросы, я понимаю, что они всех волнуют, но давайте это все-таки перенесем на следующий понедельник в 18 часов, потому что там у нас будет с вами почти два часа, где мы будем общаться вот именно на тему ПО, налогообложения, земли и так далее, и так далее. Поэтому давайте оставим это на, именно все нюансы, которые сегодня касаются этой работы, оставим на понедельник и там я готовлю все вопросы, которые сегодня возникают и, естественно, на все эти вопросы мы будем вам давать ответы. А сейчас я бы хотел, ну скажем так, до вас еще раз донести и сконцентрироваться на том, что эта земля становится рентабельной и интересной только благодаря технологии Юницкого, только благодаря той работы, которую мы сегодня делаем. И сейчас, друзья, будет очень много нюансов, которые возникнут и очень много вещей, которые, казалось бы, раньше не могли быть ресурсом. И мы много вам говорили о проекте Тамтора, то есть редкоземельных месторождений на севере Якутии, которые не могут сегодня быть освоены без технологий. Как только войдет технология Транснета, как только появится Скайвей, как только начнутся строиться струнные технологии Юницкого, это все начнет работать. Сегодня мы не можем даже предположить о том, каким ресурсом сегодня обладает сибирская вода, сибирский холод. Опять же, при зарождении, при запуске этой технологии это все станет реальным, это все станет капитализируемым, и это все принесет очень серьезные дивиденды. И благодаря этому мы считаем и показываем, когда мы говорим, что рост акций, котировок акций будет многократно превышать их номинал, мы как раз исходим из того, что мы считаем сегодня капитализацию, мы считаем сегодня проекты, и мы показываем, какую прибыль это может приносить. Вот мы с Алексеем сейчас по заказу как раз фонда инвестиционного фонда сейчас считаем привлекательность некоторых проектов, так я могу сказать, друзья, капитализация многих из них такая фантастическая, что нам приходится снижать доходность, нам приходится увеличивать издержки для того, чтобы показать прибыльность этого проекта хотя бы в каких-то разумных цифрах. То есть поэтому это тоже, друзья, такая интересная работа, и мы тоже будем это показывать, но когда будем с вами обсуждать адресные проекты, когда будем с вами уже смотреть конкретную экономику, и еще раз с вами идти по доказательной базе, почему капитализация акций, почему дивиденды по ним будут столь высокие, и почему эта технология дает столь высокий рост именно экономическому развитию конкретных территорий, компаний, капитализацию которые будут делать, и инвестиции, которые сегодня идут в венчурный проект, которые сегодня рискованные, ну как вот Алексей в своей части сказал, они рискованные больше не по технической части, что проект этот пока не запущен, а именно с точки зрения внешних факторов, которые сегодня влияют на развитие проекта, и здесь как раз, к сожалению, многие от нас не зависят. Как не зависит от того, что сегодня тренд, который идет на снижение цен на нефть, то есть мы, кто с нами с вебинара, помните, мы и полтора года назад, и год назад, когда четко вот в это же примерно время я довольно-таки точно показал, как будет меняться цена на нефть в течение начале года, какая она будет к концу года, какой будет курс доллара по отношению к рублю. Вот, к сожалению, друзья, это все тренды, которые к тому времени сформировались, сейчас они только движутся, только развиваются, поэтому вчера президент Путин подписал бюджет на следующий год, я сразу могу сказать, что это нереалистичный бюджет, там заложена цена на нефть в 50 долларов, там заложен дефицит бюджета в размере, там, по-моему, 6 триллионов, которые являются там около 3% от ВВП, я могу сказать, и инфляция в пределах 6%, это тоже, друзья, все нереально. Вот, инфляция будет в разы больше, нефть будет еще более дешеветь, потому что тренд этот сохраняется, противостояние и политическое, и силовое, которое идет, оно будет только усиливаться, и в этом плане как раз будет очень много принято жестких мер, направленных на экономию бюджета, на зажатие социальных, всяких выплат и социальной политики, будет ограничение очень серьезное в свободе и слова, и в свободе распространения информации, это все естественные процессы того жесткого времени, которое сегодня подходит и которое сегодня начинается. И, друзья, как мы уже говорили, единственным спасением и единственным направлением, которое мы сейчас видим, это реальная диверсификация экономики, это реальный запуск адресных проектов по освоению новых месторождений с помощью технологии Transnet и Skyway, это реальный запуск сегодня освоения новых территорий, и это мы сегодня двигаем, это мы сегодня, соответственно, доносим до всех уровнях принятия решений, и я могу сказать, что интерес к этому все больше и больше, но самое главное, друзья, что мы с вами не просто говорим, мы не просто доносим аналитические записки, мы не просто продвигаем и говорим концепцию «строй Skyway, спасай Россию», а мы реально с вами каждый день своими делами показываем, что это реализуемо. И вот здесь вот в чате Андрей, который очень активно, ну под именем Андрея я всегда оговариваюсь, который постоянно говорит о том, что мало строится, медленно строится, мало показывается, это как раз, друзья, без обиды будет сказано для людей, которые не представляют, что такое инженерная работа, для людей, которые не представляют, что такое инновация. Потому что каждый чертеж, каждое изготовление деталей – это уникальная вещь, ее надо сначала придумать, потом начертить, потом сложить это в одну общую концепцию, потом сдать это на уникальное производство, где именно по этим чертежам это будет изготовлено, и потом начало строительства. Поэтому та опора, которая сегодня строится, анкерная опора, у нее каждая деталь инновационная, каждая деталь. И то, что Юницкий вначале показывал, что там будет несколько тысяч кубов металла, железобетона, потом это было снижено почти в десять раз, при том, что качество этой опоры, и чтобы было понятно, это я к Андрею обращаюсь, а друзья, вам это тоже всем полезно слышать, потому что эту информацию, вы ее слышите, особенно те, кто положительно относится к проекту, но вы ее пропускаете сквозь ушей, что та станция, которая есть, это аналог аэропорта в Дубае. Это десятки миллионов пассажиров, и вы представляете аэропорт, который находится на сотни гектар, и вот эта система, которая находится всего на нескольких сотах метрах. Поэтому это уникальная система, и поэтому говорить о том, что там должны тысячи рабочих, и это должна быть стройка сопоставимая с дубайским аэропортом, это неправильно. Это я отвечаю на вопрос, кто этого не понимает. Но большинство, друзья, мы понимаем, что идет, о чем идет речь, и куда идут основные инвестиции. И то конструкторское бюро, которое сегодня выдает уникальную работу, уникальные чертежи, это, друзья, сегодня вообще трудно чем-либо оценить. И я могу сказать, вот то, что мы сейчас ведем переговоры уже о десятках миллионах долларов инвестиций в конкретные проекты, не связанные с общей структурой, не связанные с общей интеллектуальной собственностью, а именно только с направлением применения отдельных проектов, связанных с легким транспортом. Это как раз говорит о том, что интерес к этому все больше и больше возрастает. К чему мы придем в этих переговорах, друзья? Я, к сожалению, за вот эти 15 лет провел десятки, сотни, тысячи таких переговоров и, соответственно, общались с огромным количеством. И я могу сказать, что 99,9 в периоде это пустые переговоры. Они не приходят к результату и, к сожалению, отнимают только очень много времени. Но на сегодняшний момент, почему мы все-таки пошли на эти переговоры и ведем, соответственно, предоставляем документы и так далее, только по одной причине, что эта компания, этот фонд, с которым мы уже раньше вели переговоры, и они в курсе, о чем идет речь. И они сегодня начали эту работу только исходя из того, что они увидели результат, который мы сегодня с вами делаем. И поэтому мы сегодня фактически на них отрабатываем опять аргументы, отрабатываем доказательную базу, которая нужна для тех, кто придет уже вхождение в проект на сегодняшнем этапе. Поэтому не так страшно время, которое мы тратим, но, с другой стороны, это интересно уже общение по конкретным проектам, уже с точки зрения потенциальных заказчиков, которые готовы кредитовать проект в Париже, в Лондоне, в Амстердаме, что так сказать. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Никаких иллюзий, никаких радужных, соответственно, планов мы на это не строим. Но, тем не менее, это сегодняшний этап той работы, которая есть. И там планировали на эти выходные лететь в Минск, а потом в Париж, но потом переложили это на после Нового года, уже после наших рождественских праздников. Ну и второе для меня чисто такое, что это для Алексея работа, он в совершенстве владеет французским языком, но пускай тренируется и французам доводит информацию, которая им нужна. Так, договорились об отмене эмбарго на экспорт нефти. Ну да, друзья, то есть, вот то, что сегодня внешние факторы, которые вы говорите, то есть, действительно, они все сегодня идут, если говорить, они все идут в общем тренде. То есть, с 1 января выходит на рынок иранская нефть, то есть, которая была почти 30 лет под эмбарго, выходит, сняли запрет на экспорт нефти из Соединенных Штатов. Это говорит о том, что и в Европу, и в близлежащие регионы пойдет тоже дешевая нефть из Мексиканского залива. Это все направление на то, чтобы была снижена цена на нефть, и как сегодня говорят уже аналитики, и как те, кто сегодня работает против России, против развития нашей страны, они пытаются довести нефть примерно до 25 долларов за баррель. Это как раз та планка, при которой по расчетам наших оппонентов в российской экономике начнется крах. Вот, соответственно, это будет очень непростое время, этому можно противопоставить только очень слаженную серьезную работу, а не то, что сегодня делает. То есть, президент заявляет одно, допустим, о том, что надо снижать расчет ставки Центробанка, а Центробанк в ответ на это просто повышает почти в три раза эти же ставки, фактически парализуя кредитование промышленности. То есть, когда президент говорит о том, что необходимо запускать инновации и делать реальную модернизацию, а в ответ этого развивается сколковый, просто миллиарды долларов уходят сегодня никуда. Это как раз, друзья, та, то есть мы видим ту сложную работу, ту сложную борьбу, которая сегодня идет в верхах, и к чему это придет, друзья, сказать пока абсолютно сложно и непредсказуемо. Просто мы как со стороны аналитики наблюдаем и видим, что идет снижение жизненного уровня, идет обнищение пенсионеров, потому что реально покупательная способность на рубля и пенсии падает. Реально сворачивается экономическая активность, при этом вводятся абсолютно странные системы типа Платона, то есть фактически частная налоговая система, идет абсолютно непонятная работа вокруг Газпрома, связанная с политика. Это, друзья, те факторы, которые сегодня говорят о том, что не все так ладно в управлении экономикой, в управлении государством, и все это будет приносить очень сложные плоды. Завтра президент Путин будет проводить пресс-конференцию почти на пять часов, я думаю, может даже больше. Послушаем, что он скажет, послушаем, какие планы и цели он ставит на ближайший метод, потому что обычно то, что он говорит, это абсолютно правильно. Он говорил и модернизации, помните, в прошлое послание, в прошлой его пресс-конференции он говорил об инновационном проекте национальном, который может спасти экономику, и после этого Медведев сказал, что надо модернизировать железную дорогу вместе с президентом Академии наук, мы с вами в прошлом году это анализировали. Еще очень много странных вещей происходит. Мы с вами, друзья, должны на это смотреть, четко понимая, что кроме Скайвея никакого пути другого нет, потому что Скайвей это и глубокая модернизация, это и освоение Сибири и Дальнего Востока, и новых месторождений, и венчурный капитал, который реально может превратиться в инвестиционную активность и может реально изменить ситуацию. И кроме строя Скайвей и спасая Россию, сегодня лично я не вижу никакого направления, и то, что сегодня рассматривается освоение Сибири и Дальнего Востока без Скайвея, без Транснета, это большая глупость. Я считаю, что люди, которые этим занимаются, они занимаются не своим делом, не своей работой, а наша задача, друзья, это собрать большое количество единомышленников, это сделать доказательную базу в виде действующих образцов сертифицированных моделей и, соответственно, дальше продвигать и доказывать и создавать бизнесы, которые будут высокоэффективны и будут помогать и нам, и, соответственно, на какой территории они будут находиться. Поэтому здесь, друзья, без нас это реализовать невозможно, без нас сегодня это, соответственно, мертвое направление и здесь как раз это тот редкий случай, когда все находится в наших руках. Поэтому, друзья, мы еще раз говорим, строй Скайвей, спасай Россию, строй Скайвей, спасай планету. Приходите, инвестируйте в этот проект, потому что это создает и ваш личный капитал, и семейный капитал, и создает потенциал для страны, и это все взаимосвязанные вещи, без которых дальше ничего развиваться не может. Поэтому это не какие-то мечты, мы это вам всем показываем репортажами, это не какая-то утопия или желание привлечь в какой-то хайп, либо технологическую утку, которая сегодня есть, потому что все, кто ездили в КБ, все, кто были на строительной платке, возникает никаких вопросов, никаких этапов. Поэтому то, что мы сегодня делаем, это нужная благородная вещь, из этого никуда дальше двигаться невозможно. А то, что, друзья, оппоненты, завистники, просто ненавистники, кто не хочет, чтобы развивалась Россия вся территория, друзья, их будет всегда очень много. Спокойно на это реагируем, спокойно готовим для них аргументацию, и наша, друзья, задача это строить и делать. То есть, несмотря на то, что кто-то гавкает, наш SkyWay будет идти, никуда он не денется, потому что время его пришло, необходимость в этом есть. Другого пути для развития сегодня просто не существует. Поэтому сейчас, друзья, я, начиная с Нового года, буду более жестко говорить. То есть, если раньше мы говорили, строй SkyWay, спасай Россию, то теперь не строим SkyWay, мы губим Россию. Это, друзья, становится еще одним велением времени, и если так дальше пойдет, то, к сожалению, мы с вами и увидим и распад государства, и ликвидацию этого бездарного управления, потому что сколько им не доносили, сколько не говорили, ничего так и не увидели, ничего так и не поняли осознать. То есть, я тоже вам не раз говорил, что второй стороны для разговора, то есть, когда мы пытаемся это донести до чиновников, до крупных бизнесменов, пока второй стороны для разговора нет. Поэтому, друзья, наша задача – это миллион человек к следующему году, которые будут двигать этот проект, тогда посмотрим, как будут оппонировать миллионы человек. Миллион будет недостаточно, следующей планкой будет 10 миллионов человек. Когда 10 миллионов человек будет рекомендовать и продвигать этот проект, я думаю, что никакая сила уже его не сможет не остановить, не сказать, что это движет. Ну, а с учетом, мы, друзья, как раз со своей стороны запускаем адресные проекты, они активно и активно движутся, и, соответственно, привлекаем вас, рекомендуем, чтобы вы привлекали других людей. Для этого мы отстроили всю систему, и то, что является выгодным сегодня уже, то есть, партнерская программа, которая во всем мире везде используется, что привлекайте, это вам выгодно, это бизнес уже сегодня. Мы поощряем тех, кто будет распространять информацию и то, что Юрий Ленинский будет делать людей со владельцами технологий интеллектуальной собственности, кто будет продвигать и помогать, он будет за это получать серьезные бонусы в акциях, очень серьезные. Это тоже, друзья, стимулирование работы. И еще раз мы говорим о том, что мы будем помогать делать то, чтобы вы со владельцами земли, вблизи которой пройдет трасса Skyway, и благодаря этому эта земля станет очень капитализируемой и очень привлекательной. Ну вот, друзья, на этом, я считаю, мы сегодня с вами очень хорошо и подробно отработали. Для новичков еще раз, друзья, в 12 часов у нас будет для новичков работа, приходите, приглашайте своих коллег, друзей, соседей. В 13 часов мы, как всегда, будем с вами более серьезные и более масштабные обсуждать темы и задачи. Также в 19 часов у нас сегодня до новичков, в 20 для тех, кто уже активно работает в проекте. Ну что, друзья, я считаю, что все идет с точки зрения Skyway развития правильным путем, хотя очень непростое дело мы делаем, очень непростые задачи мы решаем, с очень непростыми вызовами мы сталкиваемся и столкнемся в дальнейшем. Но это, друзья, знаете, так сказать, волков боятся в лес не ходить. А мы с вами пошли в очень серьезный проект и наша задача, чтобы он шел, развивался, мы с вами увидели результаты и самое главное, мы получили то, ради чего мы сегодня работаем и к чему мы сегодня стремимся. Так что строй Skyway, спасай Россию, как Михаил Кириченко говорит, строй Skyway, спасай планету. И это, друзья, в наших руках. Всего доброго. До вечера. Кто будет в 19 и в 20 часов с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok